Именно на уроках физкультуры влюбляются или не влюбляются в баскетбол. Для тех, с кем происходит первое, много лет назад и был создан чемпионат школьной баскетбольной лиги КС Баскет при поддержке компании Т-Плюс. Сегодня в нем принимают участие 69 регионов страны, в их числе и Ивановская область. В спортивном комплексе «Энергия» прошли финальные игры. Приятно, что детский спорт у нас в области развивается. Когда видишь эту бескомпромиссную игру юноши и девушек, видно, что спорт жив. А здоровая молодежь – это всегда здоровое поколение на будущее и для развития страны в целом. В Ивановской области участие в чемпионате приняли более 300 команд из 200 школ. Ребята прошли муниципальные, дивизионные и региональные этапы. В командах учащиеся с 6 по 11 класса. И вот настал час икс. Время определить самую сильную команду девушек и юношей в Ивановской области. Сегодня победители уже получат путевки на финал Центрального федерального округа, где девочки пройдут в Смоленске, а мальчики пройдут в Тамбове. После уже проведения федеральных округов, если у ребят получится, то ребята и девчонки смогут получить путевку на Суперфинал, который пройдет в начале апреля, а где мы пока еще, так скажем, утаим это. За золото в финале поборолись команды юношей из Южи и Вичуги. После первого тайма разница в очках у соперников была незначительной. 14-11. Но затем с каждой 10-минуткой Южа стала наращивать отрыв. У них получилась именно работа в защите. Мы очень много сделали отбора мяча во время дриблинга соперника. И поэтому уже было более легко отковать кольцо. Бежишь в отрыв и забиваешь. Итоговый счет встречи 80-41. Южская команда «Юность» заработала в два раза больше очков. А это значит, мяч в два раза чаще оказывался в корзине вичугских ребят. Преимущества соперника были в росте. Наши преимущества были, скорее всего, в скорости. И поэтому так и получилось. Обыграли скорости. В церемонии награждения не менее эфиричная, чем финальная игра. На пьедестале лучшие баскетболисты региона из числа школьников. Это им представлять Ивановскую область на соревнованиях в ЦПО. Отметим, что среди девушек победили учащиеся 18-й школы города Кинишмы. По словам организаторов, у наших ребят есть все шансы на выход в суперфинал. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.